Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии среды. Очень важного для всех финансовых площадок дня, поскольку сегодня у нас под закрытием, в принципе, сессии, ждет оглашение итогов двухдневного заседания американского регулятора и, возможно, решение касательно повышения процентной ставки. Параллельно этого события, которое должно, может, проявить себя гораздо раньше и, собственно, отразиться на динамике инструмента, который стоит за определенным регионом, я имею в виду фунта, мы можем увидеть эту динамику даже раньше, потому что сейчас для трейдеров, которые специализируются на торговле британцам, есть более интересный фон, уже связанный не с тем, как на этот рисковый актив повлияет поведение американца, а тем, как фунт сам отреагирует на инициирование 50-й статьи Лиссабонского договора. Законопроект прошел окончательное обсуждение и, в принципе, притворение в жизнь и, собственно, инициирование этой статьи ожидается, можно даже сказать, в самые ближайшие часы. Ну и параллельно мы, безусловно, следим за Евро, потому что здесь также интересный новостной фонд, связанный с выборами в Нидерланды. Я думаю, то, что первые дамы экзитполов, предварительных опросов будут доступны уже поздним вечером, может быть, даже, ну, уж точно завтра, официальные итоги будут подведены чуть позже. Ну, вы знаете, то, что экзитполы, это, в принципе, то, что уже позволяет говорить о фактическом результате. Поэтому то ли еще будет сегодня, друзья, будьте готовы к повышенной волатильности, будьте готовы к разнонаправленному движению, прежде чем рынок определится с направлением, я уверен, мы подходим даже нелогично, хаотично, но движения будут серьезнее. Вот буквально за минуту до начала брейкинга, так, краем глаза, обратил внимание на фунт, который сделал за ощупь промежутку времени больше фигуры. И опять же, это резонанса того новостного фонда, который имеет отношение к прейзу. Давайте немножечко подробнее поговорим о том, что у нас интересного произошло за последнюю торговую сессию, то есть за вчерашний день. И начнем мы это лицо у нас с динамики нефти. Клосс 51.84, если посмотрим на минимальные значения, 50.24. Немножко не хватило медведям, чтобы закрепиться за поддержку 50, и уж точно не хватило силенок, чтобы оказаться ниже. Но это вопрос, уверен, с самого ближайшего времени, потому что новостной фон, который публикуется в отношении этого инструмента, статистика ОПЕК, усиливает вот эти медвежьи настроения. Я надеюсь, что скептиков, таких же, как и я, в отношении эффективности сделки ОПЕК, все больше и больше. И сейчас весьма актуальным является даже вопрос не того, насколько сделка ОПЕК и прочих регионов, то есть даже вот этот глобальный энергетический ОПЕК полезен для обосновления ценовой конъюнтуры рынка углеводородов. Вопрос о другом. Будут ли регионы, которые уже присоединились к этому соглашению, дальше поддерживать и выполнять условия сделки? И стоит ли нам рассчитывать на то, что это соглашение будет актуально до конца 2017 года? С одной стороны, риторические вопросы. Ну, риторический вопрос для тех, кто знает, что сейчас вообще происходит в отношении этой сделки. Ну, для тех, кто не в курсе, я сейчас, конечно же, попробую все детально разобраться. Вчера в центре внимания трейдеров, которые спекулируют нефтью, были, опять же, выводы, которые делались по факту публикации отчета ближневосточного картеля по объемам добычи в рамках прошлого месяца. Ежемесячная статистика. Так вот, делюсь с вами информацией. Согласно опубликованному отчету, со ссылкой на вторичные источники, вторичные источники – это ключевое слово, то есть можно говорить, что это данные уже недостоверные и необъективные. Объем добычи в рамках ОПЕК регионов Франции снизился на 140 тысяч баррелей в сутки до 31.96. Если обратить внимание на эти цифры, ну, это сверхпозитивный, сверхбычий сигнал для рынка черного золота, потому что, когда мы в конце прошлого года вместе с прочими участниками рынка следили за условиями сделки, оговариваясь то, что если ОПЕК снизится, бьет производство до хотя бы 32.5, это позволит в расчете потенциального спроса в конечном счете восстановить баланс между спросом и предложением. Сейчас 31.96. Ключевой игрок ОПЕК Саудовская Аравия нас, безусловно, интересует. По объему добычи тоже спешу поделиться с вами информацией. Опять же, со ссылкой на вторичные источники. Объемы производства Саудовской Аравии снизились на 68 тысяч до 9.79 миллионов. Но вместо того, чтобы в моменте отреагировать на это соответствующим позитивным образом, быстрыми покупками и, собственно, возвращением актива к более высоким значениям ценового сопротивления, мы увидели прессинг на инструмент в большую часть, скажем, торговой сессии. И с чем это было связано? Потому что параллельно с этими данными обсуждались уже самые прямые комментарии уже касательно объема истинных производства Саудовской Аравии. То есть это не вторичные источники, это комментарии самой Саудовской Аравии, которая отметила на контрасте то, что в прошлом месяце объемы добычи выросли на 263 тысячи до 10 и 11 миллионов. И вот я не мог даже не выписать себе формулировку, опять же, комментарий, который я хочу, чтобы вы сейчас обязательно запомнили, потому что это тот самый риторический посыл, который нас готовит к тому, чтобы с рынком не все дальше. Саудовская Аравия в лице министра энергетики сделала комментарий о том, что этот регион больше не намерен терпеть нахлебников в лице России, Ирака и Объединенных Арабских Эмиратов, которые до сих пор, несмотря на взятые на себя обязательства, не снизили объемы добычи в соответствии с теми договоренностями, с которыми должны были, собственно, сейчас соотносить уровни добычи. И доказательства этого, последняя, опять же, актуальная статистика, наверное, более актуальных цифров вы не найдете. Напоминаю то, что Россия уже в прошлом месяце должна была снизить производство на 300 тысяч баррелей в сутки. На текущий момент соответствие этому условию находится, скажем, в вероятности 50 с небольшим процентом. То есть российская экономика снизила добычу производства нефти всего лишь на 150-170 тысяч баррелей в сутки. И кто-то даже говорит, что снижение, которое мы на части наблюдали в прошлом месяце, оно является не следствием того, что Россия придерживается взятых на себя обязательств. Это просто сезонное снижение добычи, которое происходит обычно в этот период времени. Вот я считаю, что эта позиция более оправна. Поэтому вопрос, который, в принципе, начал описывать ситуацию в отношении рынка нефти, вопрос актуальный, связанный с тем, что на фоне этих опасений не должны ли мы уже понемногу закладывать цены на них, а может быть даже и не понемногу, а уже активно продавать черное золото, в расчете на то, что те страны, те регионы, которые участвуют в этой сделке, уже будут с меньшей охоты исполнять обязательства, ожидая, когда же все-таки закончится первое полугодие, чтобы запустить, собственно, терминалы буровые на полную катушку. И не давать регионам, которые получили от этого соглашения максимальные блага, такие как, особенно, Соединенные Штаты Америки, продолжать свою экспансию на всем рынке углеводородов. Я очень рассчитываю на то, что вот тот акцент, который я сейчас делал на вот эти дисбалансы, несоответствия в показателях, тот комментарий, который был озвучен Министерством энергетики Саудыской Аравии, это то, что вы сейчас усвоили и впитали как губки, потому что это то, что формирует медвежье настроение, то, что будет сплачивать медведь и дальше, и позволять нам продавать этот инструмент в расчете даже не на простое тестирование поддержки, 50 долларов за баррель, а на закрепление гораздо ниже. Возможно, под конец торговой сессии интерес к этому активу был связан с выходом данных от Американского института нефти по запасам. Здесь запасы снизились на минус 0,5, против прошлого роста на 11,6. Сегодня у нас еще и официальная статистика от Мининерго в 17.30. Вы помните, что из-за изменения снова в часовых поясах, отчет, который у нас обычно опубликовался в 18.30, сейчас на него нужно будет обратить внимание в 17.30, на час раньше. Я надеюсь, что официальная статистика все-таки будет со знаком плюс, и разворот очень быстро снова последует за вчерашним ростом, то есть мы вернемся к прежней коррекционной динамике. И уже будем говорить о серьезных шансах над работой поддержки 50 долларов за баррель. Против нефти может сыграть и американец, потому что доллар сегодня с точки зрения содержания экономического календаря и уже известных фактов и даже возможных итогов будет фундаментальным героем, как я часто говорю. Почему? Потому что все трейдеры сейчас ориентируются на решение американского регулятора по ставке. Оно будет сегодня оглашено в 21.00 по московскому времени. Долго мы его ждали, готовились, анализировали фон и уже пришли к выводу вместе с другими трейдерами, что вероятность повышения процентной ставки составляет чуть ли не 95%. В понедельник, вторник, вялые торговые сессии по паре доллара и японской иены. Почему? Потому что доллар, в принципе, сохраняет нейтралитет, не балов, не быков, не медведей. Сейчас мы видим то, что и понимаем, вероятность ошибки крайне высока, потому что если не угадать и неверно определиться с направлением, можно понести очень большие упытки по счету, потому что, скорее всего, движение будет не меньше двух-трех фигур по факту этого события. И то, что сейчас рынки в такой выжидательной позиции, подчеркивает, насколько трейдеры и участники рынка беспокойны и в каком они нервном состоянии находятся сейчас перед оглашением этих самых итогов. Если посмотреть на доходность американских облигаций, она чуть подрастает, то есть рынок уже закладывается в повышение процентной ставки на 25 байсных пунктов, то есть до единицы. Но я не думаю, что стоит разделять позицию, что это повышение процентной ставки уже полностью дисконтировано в стоимости американцев. Если бы это было так, курс против иена был бы гораздо выше. А мы все никак не можем продаться выше сопротивления 115. И тот импульс, который пара получила еще на прошлой неделе, это было, точнее, даже не на прошлой неделе, а двумя неделями ранее, это было следствие не роста вероятности повышения процентной ставки, это было следствие риторики Трампа во время его выступления в Конгрессе, поскольку Трамп намекнул на возможности скорого увеличения бюджетных расходов и притворения в жизнь налоговой реформы. Сам факт повышения процентной ставки, несмотря на активность обсуждения этой темы, еще не отражена в стоимости американцев. Я надеюсь, что сегодня этот пробел будет запомнен. Ну, конечно же, надеюсь, с точки зрения того, что этот новостной фонд станет поддержкой для американца и позволит обеспечить рост инструмента актива доллара выше отметки даже 116, может быть, даже еще на более высокий порядок по сопротивлению. Вчера вышел отчет по институционным производителям, статистика, которая, в принципе, позволяет нам оценить инфляцию. Значение индекса максимальное за последние пять лет, в годовом выражении прирост до 2,2%. И хочу также сделать ремарку, с вашего позволения. 2016 год для нас изначально, если, опять же, обратиться к январю, давно ушедшему февралю 2016 года, когда год только начинался, мы с вами, а вслед за декабрьским повышением процентной ставки, спекулировали, что в 2016 году увидим 3-4 повышения процентной ставки. То есть я надеялся, что ФРС будет прислушиваться, опять же, к данным обещаниям рынку и не откажется от своего желания нормализовать денежно-кредитную политику. Но в 2016 году мы не дождались даже 2-х повышения процентной ставки. И в целом рынок был прав, то что не поверил Джанет Ерин о том, что политика будет столь жесткой, что ФРС отважится на 3-е повышения процентной ставки. Но сейчас такую позицию не стоит разделять. Времена очень сильно изменились, и на текущий момент вы должны обратить внимание, что инфляция из-за восстановления цен на нефть находится на таком высоком значении, что угрожает перегреву экономики. Что это значит? То есть если она в ближайшее время выйдет за пределы цели, будет претендовать на движение в районе 2,5% в годовом выражении, это то, что окажет давление на потребительскую активность и окажет повышательный давляющий эффект на динамику зарплатных плат, точнее понижательных. То есть зарплаты будут оставаться под, опять же, рисками снижения из-за более высокой инфляции потребительской активности, из-за потенциала также спада повлиять на более скромные показатели экономического восстановления. Это то, что должно изначально готовить нас к тому, что ставка будет повышена в совсем ближайшее время, может быть, даже сегодня, как я уже отметил, 95%. Но более интересной даже темой будет во время пресс-конференции, которая состоится спустя 30 минут после ставки, послушать о намерениях американского регулятора в отношении темпов дальнейшего повышения процентной ставки. Вот если действительно ФРС почерпнет готовность еще к двум, может быть, даже трем повышениям процентной ставки до конца 2017 года, тогда ралли доллара будет неизбежным следствием вот этого новостного фонда. Не хочу снова строить испыточные ожидания, потому что так уже случалось, что неоднократно эти ожидания были чрезмерными в отношении американца, доллар при этом показывал совершенно другую динамику. Но вот я стараюсь лично резервизировать то, что сегодня это как раз и есть тот самый фундамент, который нужно интерпретировать однозначно, фундамент, который должен стать импульсом для роста доллара. По евро все, в принципе, без изменений. Вчера вышли данные по индексу оценки текущих условий. Вместо прогноза 78 мы видели более скромное значение 77, индекс делового оптимизма. Вместо, собственно, хотя здесь, в принципе, может быть значение похуже прогноза, но все равно индекс находится на не совсем высоких значениях. Промышленное производство в еврозоне в целом 0,9% против прогноза 2, и в годовом уж совсем скромное значение, которое является уже следствием резонанса прошлых провальных ревизов 0,6, в годовом против прошлого 2,5%. Основной темой для евро. Евро, в частности, вчера снижался, при этом доллар стоял на месте. Я думаю, то, что причина – это давляющий эффект политических рисков выборов в Голландии. Возможность того, что победу на барламентских выборах одержит Гирте Велдер, который является сторонником ультраправых, можно сказать, радикалистов антиевропейского течения, что, в принципе, откроет дорогу для дальнейшего популизма, идеи автономии прочих регионов и для Франции – очень актуальная тема. Я считаю, что при любом раскладе европейская вольт сейчас должна, в принципе, находиться под давлением. Поэтому по евро мы, как и раньше, продавали этот инструмент с целью 1,05, и закрепление ниже так не отказываемся от этого значения и этого айтира сейчас. Фунт против долларов. Вот здесь нужно, возможно, попробовать рискнуть тем, кто хочет рискнуть. Я лично делать это не буду, потому что тема Брекзита, она очень щекотливая для всего рынка. Это прецедент, который очень трудно соотнести с исторической практикой. Такого еще не было. И трудно провести параллели с тем, что вот раньше реакция была такая, а потом последовала иначе. Мы сейчас говорить этого не можем. Поэтому реакция, скорее всего, будет неоднозначной. Я еще раз напоминаю, законопроект прошел окончательное согласование в парламенте. Сейчас у ТРЗМ есть полномочия инициировать 50-ю статью Сабонского договора. По сути, она ждет разрешения ее величества, королевы, для этого. Вопрос ближайшего времени. Я считаю то, что эта статья будет запущена в считанные дни. Как отреагирует фунт? Моя субъективная позиция негативно. И если это произойдет, то лучшая идея для торговли британцам сейчас – это продавать каждый факт реализованного пущего радио. Вот сейчас пара рванула практически на фигуру наверх. И уже претендует на тестирование сопротивления 1.23. Может быть, это как раз и есть самый комфортный уровень, чтобы занимать уже долгосрочную сделку по продаже британца с расчетом на закрепление пары ниже отметки 1.27. Другие инструменты, с вашего позволения, давайте не будем сегодня разбирать, потому что они не так уж и интересны. Нас интересует фунт, евро и доллар. Про них мы с вами уже поговорили. Золото еще. Если американец сегодня отличится тем самым ростом, на который мы рассчитываем, золото, конечно же, также просядет и пробьет поддержку 1.200 долларов за тройскую унцию. Из важных событий сегодня очень много статистики. Роничные продажи, индекс потребительских цен. Это в США в 15.30 по московскому времени. Запасы в 17.30. Ну и, конечно же, решение по ставке в 21.00. Скорее всего, ставку повысить на 25 байсных путев, 21.30 без конференции руководства ФРС по перспективам денежно-кредитной политики и возможным темпам дальнейшего повышения процентной ставки. Призываю вас сегодня быть крайне внимательными к тому, что будет происходить на рынке. Как и всегда, может быть, даже вдвойне, втройне быть внимательными к тем объемам, которые вы загоняете через свои позиции в рынке. Кодовое слово на сегодня. Фидрезервы – это для тех, кто хочет использовать возможности повышения покупательских способностей депозита. Величина бонуса сегодня в 15%. То есть меняйте это кодовое слово на бонус при пополнении. Надеюсь, что информация, которую я вам сегодня дал к размышлению, будет для вас полезна. Ну, хотя бы отчасти, может быть, к какому-то отдельному инструменту. Надеюсь, что вы не пропускаете брифинги, вовлечены в наши подробные, я надеюсь, фундаментальные анализы. Подписывайтесь уже на канал на YouTube. Если нет, то сделайте, пожалуйста. Оставляйте ваши вопросы там, я непременно на них отвечу в комментариях. Ну, и не забывайте, конечно же, ставить лайки, которые имеют колоссальное значение для меня, как доказательство и подтверждение вашего, скажем, одобрения, то, что материал полезен. И, в принципе, нужно продолжать действовать и работать в том же ключе. Спасибо за внимание, друзья. Хорошей вам прибыльной торговой сессии. Итоги с той насыщенного дня будем проводить снова завтра в 9.30 по московскому день. Всего доброго. До свидания.